Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Северский Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот, ладно Другая дает объявление Беру рамки Прихожу к ней Беру Я так делал несколько раз В те разы неудачные Беру шампанское Беру коробку конфет Иду знакомиться Я ничего не мог с собой поделать Любознательность из меня лезла Как это самое Тесто из этого Из кастрюли Вот Поднимающийся Боженький ты мой Вот Здрасте, здрасте Я говорю, я не лечиться Вот смотрите Это только что я отнимаю дистанцию Можно я померю ваше биополе? Нет Вы мне рамками его проткнете Я с тех пор проткнул сотни людей, кстати Все живы-здоровы Вот Ну я и говорю Ну знаете, рамки это всего лишь Стрелки, вольтметра Организм человека Я еще не раз повторю Это вольтметр Вот Уже сам заученную фразу С собственного сочинения Вот Они не протыкают биополе Они Это Возникает электродвижившая сила Под воздействием Это Движение Смотрит на меня Нет, нет, нет Я ухожу И до души жалею А, заберите Эту самую Коробку конфет И шампанского Нет, нет, что вы Я же это Само Представляете Я буду забирать обратно Подарок Хотя в душе немножко жалел Я тогда скромно жил И у меня не было лишних денег Жалко, но уже Ну На каждую неудачу Приходит все равно Когда-то удача Вот Были удачи Одна из удач была такая А, нет По порядку Так По порядку Ага И так Весь советский народ С энтузиазмом Принял Я потом еще Специально ходил В свою бригаду Я говорю Ребята Вы читали Чего Ну, в общем, поняли Москва Я одно время подумал Не Порфирий Или Иванова Ну, действительно Где-то там возили Там где-то лечили Вот Человек феноменальных возможностей Ну, как бы сказать Не вписывался в нашу систему Ходил босиком Много чего было Вот С немцами не то, что сотрудничал Но И с немцами При немцах опыт То есть немцы ставили на него опыт Чуть ли не коллаборационист Получается Понимаете То ли о нем что речь То ли о другом таком деде Бородатый Обросший Босиком И вот он заходит А он Талантливый журналист Так все это припадет Издевательски Вот он ходит У него на нитке Свинцовая пуля подвешена Кстати Это мы тоже будем проходить с вами Обратите внимание Не отключайте ящики Свои С экранами Вот Свинцовая пуля Вот он ходит Пуля начинает Где-то двигаться Где-то не двигаться И там где она двигается Он говорит Убрать кровать Убрать кресло Переставить Вот Высмеял этого деда Это такое талантливое Жаль я это не сохранил Да когда я сохранил Я тогда Совсем молодой человек был Вот Но в голове застряло У нас что ругают Это часто не по делу Вот Страшный был нанесен вред Это Самый Потому что я После этого С этим-то и занимался Как дед Единственная разница Между мной дедом Что я не босиком ходил А Ходил в обуви И когда приходил Мерить Чую-то Эту самую квартиру Одевал тапочки Вот Вот только эта разница Между мной дедом Ну еще потому что Бороды не носил А так все Один к одному Мы Не экстрасенсы Я сразу говорю Мы Биолокаторщики А биолокация Это нормальная Весь нормальная наука И вот значит Я Написал статью Которую Начал там Свой опыт Где-то приводил Я Она у меня есть Ее можно найти И тогда бы Может мой рассказ был бы Более богат Разными Историями Фактами А так Что помню То помню Статья была Написана В газете Фазенда Лет 15 12 назад Вот Моя уже статья Не вот та Злосчастная Которая еще лет 10 или 20 назад Встала Вот И Раздался Два звонка Которые мне здорово Помогли В плане любознательности И Как говорил Этот самый Петчкин В целях Расширения Кругозора Вот Одна касалась Статья Очень секретная вещь Я вас интригую Как я интригую Вот И однорвался На секретнейшую вещь Но о ней попозже А еще был звонок Саногорска Да Значит Достаточно Молодой Сякин Лет Нам тогда 40 Сказал Что Я пришел И перемерил их всех Его и его команду Вот И я пришел И я пришел А они Оказывается Лечат Людей А И Что удивительное Самое Я там встретил Своего друга Он тогда работал Прорабом У него страшнейшее Было заболевание Позвоночника Вот И он уже сидел В инвалидной коляске Его Его Я не знаю Почему я не говорю Его это самое Не хочу Назвать Не знаю почему Назовем Как Просто В общем Целитель его Вылечил И тот снова Стал По крайней мере На ближайшие Несколько лет Он абсолютно Безнадежного человека Поднял на ноги Это было Чудо На моих глазах И опять же Я здесь не усматриваю Никакой экстрасенсорики Никакой Это был Целитель от Бога Вот И Во многом Благодаря Вот этому Какому-то Лечебному массажу Ну и конечно Не без внутренней энергии Хотя еще раз говорю Никакой мистики И я пришел Смотрю Он и три милых сотрудницы Девушки Женщины Средних лет Вот И они охотно Что меня удивило Да Они не боялись Это та дама Которую Это Не удалось Облазнить Коньяком С конфетами Вот Они совершенно Не боялись Ни меня Ни проколов Треполе Им было интересно Я померил Эту комнату Там где у них стоял Посреди стол Массажерный Или там лечебный Где они принимали К пациентов Там все Рамки крутились Черт будь здоров Ну можно сказать Место зараженное Можно так сказать Сказал Я растерян Я говорю Пойдемте в другую комнату Я вот должен мерить В чистом месте Другая комната Оказалась чистая Но как Вот Когда я их начал мерить У меня ничего не получалось Вот интересная такая картинка У меня много их Так Говорю сотни Иногда Вот сейчас так вспомнил Вот Я Давай мерить А у меня ничего не получается Я Растерялся Я халтурщик Я сам оказывается Хоть и с презрением Отношусь ко многим целителям Вот И вдруг Я оказался в юкогорте Я не могу никого померить У меня рамки Болтаются как хотят Да что же это такое Я их даже Ровно держать не могу Потом Хлопнулся по обуви Говорю Главному целит У меня к вам просьба Выйдите вообще Из этой квартиры Вон туда В коридор Вот Я то начал Девушек Вот И только Когда он вышел В общем Оказалось Что обе поля Не вмещаются В эту самую Картину В эту В квартиру Ну комната небольшая Одна Она же Так сказать Хрущевка Но все равно Не вмещалась Оно и это И рамки поворачивались Из-за него Куда попало Вот Померила девушек Ну солидно Как сейчас помню От двух до трех метров Вот Для Начинающих целителей Для целителей Средних руки Неплохо Если добавить еще Умение массажа Вот То вообще замечательно А у них еще был прибор Денос Кстати Замечательный прибор Первый последний раз Я положительно говорю Об электрическом приборе Вот Ну как электрическом На этих На батарейках Денос Помогает Вот Так вот Это тоже входило В их этот Атрибут Один из атрибутов И Перемерил их Все довольны Все счастливы Халтурщиков Среди них нет Тогда Девушка Теперь вы в ту комнату Я буду мерить его Ну померить его Так и не удалось Потому что для этого Надо было идти на улицу И это самое Ну За три метра Далеко выходило Размеры биополя Я имею ввиду радиус Не диаметр Радиус То есть диаметр уже получается Если три метра радиус То шесть метров диаметр Так Первым приближением Вот так С ними познакомился я Так Вот И Царство ему небесное Недавно он умер И вот Мне кажется Нарвался он На скорее всего Или просто Себя Отдал Целительству Потерял здоровье Или может быть Где-то Такие люди есть Которые высасывают Энергию Напрочь Это особый случай Запомните Биополе Это пока предварительно Чтобы не думали Что я не знаю О чем говорю У каждого индивидуально Излучение индивидуальное Биополе человека Это Оно имеет ту же Структуру Что электромагнитное поле Это я в железах говорю А вы хотите Верить Хотите Проверьте А оно не поддается Вычислению И приборам пока Поэтому я говорю На вскидку так Оно Отличается От электромагнитного поля Ну как Как это самое В одном случае Расстояние до Луны Другого до Солнца То есть Тысячи раз Дело в том Что Излучение Такое Микроскопическая Разница То есть У каждого Своя длина волны У каждого Индивидуально И хотя оно Микроскопическое Вообще В принципе Эти Размеры Волн Так Нет Размеры между Волнами Оно пульсирует Но Тем не менее Оно настолько Индивидуально Что это позволяет Человеку Иметь защиту От других И в некоторых Редких случаях Защита Не срабатывает Потому что Совпадение Такое Совпадение То есть У человека Совпадают Размеры Биополя Нет Наоборот Не совпадают Размеры Биополя Но совпадают Размеры Излучения Так Не так Диапазон Волн Совпадает И тогда Очень Очень Ну то что мы называем Вампир Может высосать Действительно Всю энергию От Донора Который И не думал Эту ему энергию Отдавать Вот так Вот Пока звучит Потом когда Переем практики Поймете Все намного проще Чем уже Сейчас кажется Это Трудно даже Воспринимается Вот Ну еще один Трагический случай Еще одна Короткая жизнь Целителя И вот я понял Целитель Если настоящий Долго не проживет Вот Я советую Тех кто занимается Массажем Долго не заниматься Рано или поздно Нарветесь На Такого Вампира Что вы можете За один сеанс Потерять здоровье Вот Хотя в принципе Любой Массажист Отдает его Постепенно Ничего не делается Это Зря Вот Продолжение следует